Доброе утро, Екатерина Александровна! Доброе утро, Приднестровье! В Сочи не характерна для этой времени погода. Здесь пасмурно, вчера был сильный ветер, поэтому сейчас мы в здании главного медиа-центра. Здесь проходят все основные мероприятия, встречи, мастер-классы с ведающимися артистами, политиками и общественными деятелями России и мира. Фестиваль в разгаре, буквально через час состоится встреча с Ником Вучищем, мы туда обязательно отправимся. А тем временем действует выставка, где можно познакомиться с культурой всех регионов России. Чем знаменита Адыгея? Почему вы решили именно таким образом представить ваш край, вашу область? Наша республика знаменита сыром адыгейским, вода у нас своя есть минеральная, танцами, песнями, обычаями, горами, природой, солнцем. Солнечная Адыгея, яркая. Здесь вы представляете свою культуру, да? То есть участники могут тоже с вами станцевать как-то... Да, мы показываем мастер-класс, людям учим их танцевать, показываем свои обычаи, традиции и танцы. Угощаем их адыгейским сыром, даем продегустировать минеральную воду, показываем традиции свои, делаем обряд свадебный, чтобы люди могли ознакомиться с нашей культурой, как проходит свадьба в Адыгее. А меня смогли бы научить хотя бы нескольким движением вашего народного танца? Нет проблем, нет проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь на фестивале около 20 тысяч участников, да, и большая часть из-за границы, в общем-то, они имеют слабое представление о России. Почему решили для них показать Тюменскую область именно в таком виде? Потому что наш человек, который родился на Тюменской земле и прославил Россию и Тюменскую область на всю страну и на весь мир, это Дмитрий Иванович Менделеев. Он был, между прочим, трижды доминирован на Нобелевскую премию, но, к сожалению, ни разу от России. Поэтому наш стенд выполнен в виде такой молекулы счастья, в которую мы всех приглашаем и делимся счастью Тюменского региона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем отличается жизнь в Ненецком автономном округе, скажем, от центральных регионов? Ну, на самом деле, у нас достаточно холодно, так как у нас север России, поэтому мы представляем здесь уникальную ненецкую культуру самобытную, потому что в нашем регионе все-таки коренные жители – это ненцы, и у нас, как вы видите, чум, мя ненецкий, да, ненецкая традиционная одежда, правда, летний вариант, зимний вариант, он из меха оленя, шит полностью, это традиционный ненецкий бубен, пензер по-немецки, и нарты стилизованные, маленькие настоящие нарты у нас здесь на экспозиции представлены. Уникальность нашего региона, конечно же, в том, что все-таки благодаря, несмотря на то, что у нас такие суровые, да, условия жизни на севере, немецкий народ смог выжить в этих условиях и приобрести еще, вдобавок, богатую культуру. Можно, пользуясь случаем, сейчас примерить что-то из вашей национальной одежды? Вы можете примерить цавик, если вы хотите национальный москвой цавик. В Приднестровье порядка 35 национальностей, в России их более 160, здесь можно познакомиться со многими из них. Здравствуйте, чем знаменита ваша республика? Наша республика знаменита тем, что это очень древняя земля. Здесь берет свое начало один из величайших рек в мире, это Енисей, который мы спокойно веков называем эту реку Эне-Сай. Эне-то мама, Сайя-то река. И здесь богато тем, что здесь в свое время кочевали, жили. То есть здесь была прародина древних племен, скифов. Не зря мы здесь представили вот эти вот золотые украшения скифов, копии. И здесь же зарождались очень многие цивилизации, такие как тюркский каганат, потом гунны и многие другие государственные образования. Туинцы, кочуицы живут в таких юртах. Это вот средняя юрта, бывает побольше. Вот эта юрта состоит из шестерех стен. В таких юртах живут по сей день многие жители нашей республики. Зимник, летник, весной и зимой, то есть кочует. Каждый год вот так вот повторяется веками. Мы продолжаем находиться в центре событий. Следите за новостями в программах «События» и «Утренний эфир». Арсений Дикусар, Тимофей Чекан, Александр Зубков, Сочи. Спасибо.